Всем привет, друзья! Пока у нас застоприлось наше производство самодельного Бугатти из-за того, что печатаются эти матрицы и нам еще долго снимать пластиковые детали, мы решили не терять время и строить автодом. Да, Егор? У нас варианты, из чего строить автодом. Три варианта перед вами. Какой же мы выбрали? Ну, а если серьезно, вы помните, что автодом у нас задумывался как плавающий летний, то есть совершенно не зимняя концепция, поэтому вот этот автодом мы отодвигаем до лета. И за ним у нас появляется наша чудесная Жигули. Возможно, кто-то из вас помнит, что несколько лет назад мы купили семерку вишневую, сняли с ней одну серию, мы не знали, что делать с этой машиной, но мы точно знаем, что если на рынке появляется УАЗ-2107 за 20 тысяч рублей, то ее надо брать, потому что Жига всегда пригодится. И вот спустя два года Жига наконец-то пригодилась. Ни для кого не секрет, что у нас с Жигулями давняя история. Мы делали Жигуле-лимузин, мы делали Жигу-самолет, мы делали Жигу-блэк-джек, на которую вставили коробку-автомат, мотор на 200 лошадиных сил. Мы вообще любим странные проекты, типа Запорожье-амфибия и так далее. И в общем-то сегодня мы придумали не менее странную идею. Мы сделаем Жигу на гусеницах. Друзья, все мы знаем, что в современном мире большую роль играет знание языков. Чем больше языков вы знаете, тем легче вам расширять собственные границы, знакомиться с новыми людьми, узнавать что-то новое. А хотели бы вы знать самый востребованный язык по версии TOB? Думаю, что ответ очевиден. Именно поэтому сегодня я бы хотел рассказать вам о курсах Python разработчиков Skillbox. Python является самым популярным и в то же время самым простым языком программирования. Курс подойдет людям без опыта в IT и новичкам в профессии. На курсе вы освоите Python с нуля, станете востребованным специалистом за 7 месяцев и сможете претендовать на должность Python-разработчика начального уровня Junior с окладом в 100 тысяч рублей. На курсе вас ждут онлайн-лекции по 13 направлениям, свыше 800 видеоуроков, настоящая стажировка в команде под руководством Team Leader. По итогам обучения вы добавите сразу три внушительных проекта в портфолио. Создадите Telegram-бот, социальную сеть Analog Twitter, разработаете Marketplace наподобие Яндекс.Маркета. Курс был разработан и составлен так, чтобы вы максимально ощутили настоящий опыт в IT-компании. На курсе вас ждут реальные специалисты из крупных компаний EPAM, SBIR, MTSAI и другие. А также у Skillbox есть карьерный центр по помощи и трудоустройству, который помогает составить эффективное резюме, подбирает подходящие вакансии, организует собеседование в топовые компании, помогает устроиться на работу. Если вы не получите предложение о работе, Skillbox вернет деньги за курс. Skillbox доверяют такие компании, как Тинькофф, Банк, ВКонтакте, Юла, Мейл.ру, Альфа-Банк и многие другие, куда устраиваются выпускники курса. По промокоду STRECAL1 для моих подписчиков будет скидка 55% на курс. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку, пока действует предложение. Как мы все знаем, Костя уже давным-давно занимается проектами на гусеницах, но у него там какие-то овербюджеты, у него суперкачество. Это все строится по 5 лет. Мы решили попробовать сделать что-то в стиле джиги-лимузина, когда мы за 3 дня ее построили тогда, помнишь? Ну, здесь, конечно, за 3 дня мы эту штуку на гусеницы не поставим, но в месяц попытаемся уложиться. Самая главная наша задача сделать ее дешево, потому что мы этот проект задумали просто по фану, ничего серьезного, никаких надежд мы на эту историю не возлагаем, но мне кажется, будет реально очень интересно и весело. И самое главное понять, за сколько времени и за сколько денег по минимуму можно сделать жигу на гусенице. Была оттепель, все это растаяло и потом замерзло. И теперь она не в снегу, а во льду, по сути. Редактор субтитров А.Семкин не все так плохо, хотя бы стартер маслайд уже. Двойная схема питания, усиление. Первая перестала пила заводиться, машина ни разу не завелась, горелка через раз и пушка тепловая ни разу. Пока такой результат у нас. Газ замерз. Снял фишку с бензонасоса, посмотрел распиновочку. Сейчас мы аккуратненько подкинем сюда плюсик, минус. Опа, насос у нас загудел. Насос качает, теперь мы с легкостью запускаем этот автомобиль. Все? Все? Посмотрите, у нас начинает вырисовываться первые какие-то очертания вот этого вот Жигуля на гусеницах. Это первые примерки, сколько у нас будет ленивцев, сколько будет катков. Я сначала думал, так, три, ну три, наверное, мало, пять много, ну и вот выставил колеса примерно, что-то такое. И, соответственно, ведущая звездочка сзади будет. Но она повыше должна быть. Она будет выше, что гусеница у нас будет под порогом начинаться. Наполовину, наверное, будет заходить под машину и наполовину торчать. Потому что важные критерии. Я сначала такой, так, мы делаем широкую, и Илья тоже говорит, будем делать суперширокую, классную, вообще огромную, пофиг, пусть будет не габарит. А потом я подумал про ворота. Могло быть фиаско. И я думаю, ширина эвакуатора тоже для нас важное ограничение. Мы же по городу не будем перемещаться, а чтобы тесты разные делать, ездить куда-то, особенно если, да, в какой-то... Ну и в целом, если техника становится шире, чем 2,5 метра, это уже не габарит. Тема для нас новая, в принципе, она не новая, то есть, и, пожалуйста, не надо писать, что мы украли у кого-то идею. На гусеницах уже было все. Это, по сути, вот схема с этими лентами транспортерными. Если вы подойдете к ратраку фирменному на склоне, там будет исполнена вот эта вот схема с надувными колесами, лентами, вот этими траками. То есть, она вообще не новая. Я думаю, это еще тянется там с 60-х годов. Здесь, как нам начать? Нам нужно как с ламбой, чтобы какие-то запчасти нам начали диктовать условия. Сначала я начал думать про мост от Газели. Ездил прям, смотрел эти мосты и так и не купил. Во-первых, мост от Газели стоит 25 тысяч. Он прямо тяжелый, он неподъемный, он слишком большой. Почему я думаю менять мост? Да, строят всякие вездеходики на Жиговском мосту, но поворачивает он не совсем правильно. Он поворачивает не как трактора, танки и так далее, вся эта гусеничная техника поворачивает за счет просто тормоза. То есть, мы остановили одну гусеницу и начинаем поворачивать. Поэтому нагрузка на полуось будет просто катастрофическая. Тут мне стало понятно, что нужно взять мост типа с запасом прочности. И выбор у меня пал на Волговский мост. Он шире, он мощнее и не такой лютый, как от микроавтобусов. Самое главное, чтобы он вписался в концепцию проекта по душману. Шесть тысяч рублей, я нашел за шесть. Шесть косарей, это то, что надо. Мне кажется, что вот нужно весь бюджет, вообще полностью всю постройку в сто тысяч уложить. И тогда это будет прям красота. Посмотрите, у Егора уже появились чертежи. Это вообще не чертеж, это просто прикидка по материалу. Одно дело прикрутить, приварить эти колеса, поставить мост, кардан соединить. Но потом будет то, что я больше всего ненавижу. Это очень много одинаковой работы. Все состоит из траков. Это будет примерно вот такая профтруба. Ну, плюс-минус там. Теперь внимание. Я просто на глазок прикинул. Во-первых, длина всех гусениц у нас 13 метров, почти 14 метров. В этой длине 72 трака. 72 вот такие вот штучки. В этих 72 штучках есть еще упоры. Чтобы у нас колесо не уезжало никуда, здесь по два упора. Их нужно согнуть из прута. Их, соответственно, 144. Че ты реально тут охренеешь? Нужно просверлить в каждой профтрубе по 4 отверстия. Это 72 на 4. 300. Туда вставить 300 болтов. На каждый болт по две шайбы. Блин, я все это представляю. Я буду приходить на завод. Поставать к станку. И начинать сверлить. Тебе надо просто наладить какую-то историю, чтобы у тебя они как блинчики вылетали вот так вот готовые. Ну, понятно, что я налажу, но это все равно будет как бы ручной труд. Еще такой момент очень важный. Очень много, на самом деле, делают вездеходиков, всяких мотоблоков. Но они все легкие. У них нету такого веса. Нам нужно все как-то так рассчитать, чтобы у нас за первый выезд просто эти гусеницы наши не порвались, не согнулись. И мы поняли, что ой, надо было брать все жирнее в два раза. Звучит как контент уже. Блин, я не хочу, типа, повторять вот эти вот 72 трака в другом исполнении. Приехал на разборку. Сейчас буду покупать компоненты для нашего вездехода. Очень удачно получилось. Вот за это все я отдал 8 тысяч рублей. Все эти балки с колесами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока не достал мост от Жигулей, Но уже можно вот даже по колодкам посмотреть, смотрите, вот эта колодка от Жигулей, а вот колодка от Волги, смотрите, какой у Волги барабан и у Жигулей, он прям на него одевается, да, прям причем четко садится, кстати, так что я думаю прям будет успех, также еще здесь, ну настоящий негабарит, скажем прямо, вот это и будет нашими гусеницами, я с этим прицепом отказываюсь что-либо делать, строить какие-то автодома на нем, посмотри, это 6 метров, загрузили 6 метров, 20 метровые холостые, короче, Миш, отбой, автодому с твоего прицепа не будет, ты просто сделал нам тру подгон, 26 400 пока что, проект не очень много выходит, 26 400 плюс у нас мост 6, балки с колесами 8, ну 40 получается, тоже нормально, и тачка 20, пока что укладываемся, так, что вот это вот такое, это, скажем так, визуализация ведущей звездочки, это похоже на какие-то рисунки до Винчи, Я ее вырежу, повешу мост, прикручу, посмотрю, потому что одно дело, когда ты, ну просто чертишь на компьютере, да, смотришь, а когда ты реально примерил, посмотрел, как и было вот с профтрубой, на которую будет все опираться, я взял разные, сначала там какую-то 60 на 40 взял, еще какую-то, потом вот нашел огрызок 80 на 80 труба, она уже в прицепе такая куплена длинная, Соответственно, на этой трубе будет закреплена вся наша вот эта вот конструкция, она сюда вот так вот вписалась, все уже нарезано, Тут уже примерочки даже происходят, все, так они все уже нарезаны, соответственно, мы их вот так вот крепим на эту трубу, они все в ряд выстраиваются, выставляем сход-развал, и у нас получаются прямые линии, да, на которых стоят наши катки, и они также приходят в мост. Слушай, редкий случай, все идет как-то вот легко на данный момент, я пока что каждый день слышу от тебя какой-то существенный прогресс, нет такого, что ты такой, блин, я завис, типа. Ну, причем вчера Илья мне говорит, Егор, поехали, полетаем на тренажере Боинга, я такой, нет, прям я не могу, не могу уехать, я не могу отлезть. Все, подъезжаю за транспортером. Сейчас будем вообще смотреть, изучать, как это, что это. Почти новая. Она причем мягкая такая? Она новая стоит 4800 за квадратный метр, а эта квадратный метр, да, тысяча рублей в квадратный метр. В четыре раза дешевле, чем в автобусе. В четыре раза дешевле, чем в автобусе. В четыре раза дешевле, чем в автобусе. Даже в пятрах. Спустя все эти годы стройки автомобилей, Егор раскрыл свой секрет, у него есть книга. Вообще, мне дали почитать эту книгу, это очень крутая книга, смотрите, я строю автомобиль. Вот такие истории, вот человек дома у себя построил тачку и разбирали потолок, крышу и доставали ее. И тут все в таком стиле, автодом из какого-то рафика. Смотри, ламба двери твои любимые. У нас появилась основная штука, это транспортерная лента. Смотрите, вот такая вот резина, достаточно толстая, мы ее нарежем. Получилось купить ее совсем недорого. Но мы тут обратились к первоисточнику и узнали, что жига-то это не 20 тысяч, а 45 стоило. И поэтому мы сейчас уже находимся где-то на грани нашего бюджета. Сейчас, когда у нас появляется еще лента за 7 тысяч и тачка за 45, вот у нас уже и бюджет, почти 100. Я считаю, несправедливо нам считать тачку. Да нет, я считаю, что мы полностью за 100 тысяч должны построить гусеничную штуку. Тогда давай всегда разделять. Ну мы в конце скажем, потратили 100 тысяч, из них 45 тачка. Ну да. Ну давай так, чтобы тебе было спокойнее. Разделение, потому что я считаю, что очень важно понять, сколько реально стоит это гусеничное вот это вот все. Потому что кто-то себе захотел, да, гусеничное, открывает объявление, смотрит и там непонятно. Вот оно все какое-то такое изуродованное кривое стоит, продается по 200, по 300 тысяч. Ты думаешь, а сколько самому стоит сделать? Большинство вездеходов на гусеницах, сама гусеница натягивается путем накачивания колес. Ну я считаю, это вообще ошибка. Гусеница, она всегда слетает, ее нужно отпустить, натянуть там и так далее. Для этого был изобретен натяжитель. Вот так это происходит. Здесь у нас будет стоять болт. И соответственно мы крутим болт и болтом ее натягиваем. И вот в этот момент у меня впервые начинает вырисовываться картина, как эта штука будет работать. Значит здоровенная балка, на ней просто колеса вот так вот будут надеты. Здесь будет звездочка и сверху натягивается вот эта лента. Так, ребят, только что на ваших глазах появился новый самодельный инструмент. Самодельный трубогиб. Вот у нас был когда-то покупной. Слушай, как хорошо-то, а. Теперь осталось только длину рассчитывать правильно, да, изначально и все. Блин, это полностью самодельная штука вообще. Тут из старого трубогиба только стойка, да? Да, владельцы Жигулей сразу узнают все детали. И вот, ребят, у нас перед глазами предстал прототип того, что будет дальше. Это именно прототип. Вот еще отверстие, профтруба будет другая. Она у нас гораздо толще. В общем, вот такие вот траки. Они у нас прикручиваются к ленте. Погоди, ну лента будет в половину. Лента будет в половину, в середине не будет, вот. И вот колесо будет ехать. То есть гусеницы, по сути, на самом-то деле, будут состоять из вот этих частей. А лента это просто соединительная такая история. Скрепляет, да, соединяет вот эти траки. Редактор субтитров А.Семкин Слушай, ну очень быстро продвигается, реально. Во всяком случае, нет никаких затыков. Сейчас нужно будет повторить такую же вторую штучку. Это все соединится с мостом. У нас будет уже такая телега на колесах. А когда появляется что-то цельное, основное, с ним уже проще работать. Я вижу то, что здесь уже за ночь фабрика поработала. Смотрите, сколько этих деталек появилось. Абсолютно одинаково, смотри. Это прям реальное производство. Итак, вот это сам наш трак. Дальше мы нарезаем нашу ленту на две полосы. Нужен очень хороший нож с хорошими лезвиями. Потому что там, где я покупал, показали, как резать ленту. Чего взял, просто и разрезал. А я что-то с этими ножами, они какие-то плохого качества. Они прям тупятся, ломаются и не режут. Нарезаем ленты. Здесь мы прикручиваем двумя болтиками. И дальше нам нужно доработать вот эту вот профтрубу. Это, кстати, тоненькая профтруба, просто для примерки. У нас будет вот такая вот трехмиллиметровая. То есть вот эта полторашка. Ну да, разница существенная. Если визуально посмотреть, это две одинаковые детали. То вот эта и тяжелее в два раза. Она весит, как вот эта вот с приваренными. Почему я взял именно трехмиллиметровую? Потому что тут появляется очень такое неплохое плечо. То есть мы куда-то наехали, и ее колесо может вот, если загнется этот край, то будет, соответственно, печально. Либо из-за того, что труба тонкая, отломает ограничитель в нашу направляйку. Самое в этом печальное, что нужно будет переделать именно две гусеницы. Но не будут они ехать с таким весом. И нужно будет их снять, выкинуть и сделать вообще все по-новой. Ну, по идее, если у тебя таких заготовок много будет, то можно даже в лесу перемахнуть, если одна загнулась, отломалась. Тут, мне кажется, дело в том, что если, типа, одна согнулась, то и вторая согнется. И третья, и остальные согнутся. Пока ты не остановился. Да. Как бы, если они гнутся, они гнутся. Если они не гнутся, они не гнутся. Так что, чтобы этого избежать, повторюсь, мы взяли и толще сам пруд. Он 12 миллиметров. Профтруба у нас толще. Итак, перейдем к креплению профтрубы. Если мы будем просто сверлить в ней отверстие и прикручивать болтами, будет происходить вот такая вот история. Соответственно, с одной стороны у нас будет лента, да, ее будет тоже туда плющить, загибать. Нам нужно ее сделать вот такого вот профиля. Ну, как ты такого добился? Такого я добился в прессе. В основном люди берут там двухмиллиметровую профтрубу, вот эту вот. И в прессе она очень легко поддается. Чтобы согнуть так троечку, ну, прям усилия какие-то лютые надо прилагать. Так это еще и качай, качай, качай каждую с двух сторон. Качай каждую с двух сторон, поэтому нужно что-то придумать. Я не знаю, либо мы что-то придумаем, либо мы пойдем на какое-то производство, где мощный пресс и просто загнем на прессе. Потому что, если бы нужно было пять таких, я бы не парился, я бы загнул в прессе, там помучился. Слушай, не, ну выглядит очень качественно на самом деле. Получается, для ленты у нас плоская поверхность ровная. И, соответственно, болт уже не будет ее плющить. А болты ты уже нашел все для комплекта? Крепкие же нужны какие-то? Да не, болты нужны не крепкие, болты нужны дешевые. Конечно, когда ты купил, там, я не знаю, 10 болтов по 70 рублей. Ну, вроде немного, да, 700 рублей. Но если купишь наше количество. Нагрузка, по сути, небольшая. Нам нужно просто притянуть резину. То есть здесь не нужен какой-то каленый, высокопрочный болт. Прочности там 8 и ниже нам вполне подойдет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все преобразилось и это выглядит очень уверенно Я уже представляю, появляется гусеница, появляются звездочки Тачка просто опускается сюда и собственно подключив кардан мы уже имеем первую стадию Егор мне успел уже сказать, что не все так просто Но я говорю, ничего не рассказывай без камеры Давай теперь про свидетелях Что происходит? Вот вы про Илью говорите, что он там мало делает, что-то еще Он на самом деле является талисманом всех проектов Вот реально, когда он куда-то уезжает, пропадает Сразу, помнишь как все шло? Мы еще прикалывались над тем, что типа раз, раз, у нас там запчасти все сходятся Все такое, хоп, хоп, ленту купили, это купили Вдруг Илья уезжает и все Вместе с Ильей уезжает как будто Удача, он скальзывает Была очень простая задача Вот эти вот праки, да, плющить вот таким вот образом Я, значит, попробовал в прессе Пресс хоть и 10 тонный Ну не знаю, он китайский 10 тонный Может по факту там меньше Но прям очень тяжело, с большими усилиями Он смог вот так вот наплющить У меня уже созрел план Я думаю, сейчас я сделаю приблуду Что мы будем большим рычагом Длиной во весь гараж Толпой мы сейчас просто наплющим Вот так вот будем прыгать на этом рычаге И наплющим все эти трубы Сделали вот такой вот рычаг Который, соответственно, удлиняется Еще большой трубой Сюда вставляется труба Вот эту вот мы вставляли Она получилась до печки, рычаг Ну и казалось бы, да Усилие, ну просто лютое должно возникать Сначала без этого упора Произошло то, что просто этот столб Вместе с крышей пошел наверх А труба при этом не сплющилась вообще нисколько Потом приварили упор Все сделали, ну и казалось бы, что уже что-то должно плющиться Но нет Смотрите, разница вот этой трубы и вот этой Начала вот эта вот плющиться Она толщиной, наверное, миллиметров 5-6 А эта не плющилась Я подумал оказывать точечное давление Вставил болт и он просто проткнул ее насквозь Короче, не пошло Так это у нас сейчас самое слабое место, да, в нашей конструкции? Да, но оно буквально сегодня решилось Как только я вернулся, да, получается? Блин, точно! Да, реально! Мы как-то невзначай списались с другом Лехой, которого я не видел прям много лет У него оказывается производство, у него есть пневматический пресс Он это делает, соответственно, просто пшшх и все Как раз можно много-много деталей быстро наплющить Типа 3 секунды деталь, 3 секунды деталь Главное настроить все Здесь тоже все не пошло немножко не по плану В голове у меня было почему-то, что вот эти вот наши прямые линии идут Да, вот эта вот профтруба И на них встает мост Но я тут все придумывал, двигал, думал так, сяк Многие, я видел схемы, переворачивают колеса, обратной стороной ставят Не хотелось бы так делать, потому что и колесо неправильно прижимает, оно может разболтаться от этого Визуально тоже не очень хотелось все-таки, чтобы в штатном режиме на солдатике одевались эти колеса Они ровно крутятся, все с ними хорошо Погоди, ну сейчас-то у нас получается заднее колесо будет расположено глубже, чем... То есть сзади не будет колеса, сзади будет звездочка ведущая А, и ты ее, собственно, вынесешь настолько, насколько надо Да, и здесь, соответственно, вот эта вот линия совпадает вот с этой линией И отсюда у нас будет звезда идти То есть, если что, она окажется слишком широкой И поскольку она крайняя самая И будет иметь более прямую форму Возможно, будет, если какие-то закусывания, ну что-то там не пойдет Мы можем ее делать уже, выносить на шайбах Ну, точно, что глубже, чем вот эта вот позиция Нам абсолютно не нужна То есть, если что, мы будем выдвигаться наружу А сделать какую-то проставку, что-то вынести не составит труда И пришлось симметрично вот так вот Изогнуть эти трубы, чтобы зашел мост Ну, выглядит, кстати, так-то красивее даже А, да, выглядит поинтереснее Ну, сейчас как бы закончены всякие примерки Я уже точно понимаю положение моста Положение колес, положение натяжников Можно сказать, что скоро оно уже, соответственно, все соберется И нужно уже будет просто проводить всякие трубочки Допиливать В целом, можно сказать, вот все Основная концепция уже закончена Мне еще, конечно, очень нравится вот эта вот елка креативная Которая передает все гаражное настроение А в целом, я хочу сказать, что мы-то эту серию уже снимаем достаточно давно Время летит быстро У тебя все в голове неделя, а на самом деле уже почти месяц Пока закупались, пока рисовали, пока начали производить Там уже скопилось достаточное количество материалов Мы его подсобрали, я думаю, что уже надо серию выпускать Тем более, что я уверен, что от того, что мы завтра наплющим эти палочки Она все равно еще там тут начнется, тут трубочка Тут подогнать, тут сделаю И как бы в итоге этот проект можно дольше снимать, чем выпускать Поэтому я думаю, что лучше эту серию уже выкладывать Ну а дальше, соответственно, ребят В следующем выпуске, я думаю, что машина уже встанет на гусеницы Ну никак с ламбой, не 50 серий будет, не переживайте Так что, ребят, надеюсь, что вам понравился новый проект Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить первый выезд в следующей серии Ну а на сегодня все Всем огромное спасибо за внимание Поздравляем всех с наступившими новогодними праздниками И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok